Добрый вечер! Надеюсь, вы, уважаемые телезрители, хорошо сегодня спали. И правильно. А то ж, если плохо спать, так это ж такого можно наворотить. Вы не поверите. Можно даже цены на отопление поднять от недосыпа-то. Вот на днях вильнюские теплосети стали обратно сами себе хозяева. Освободились, значит, от рабства вильнюс-энергии, которую ну так ругали, так ругали. И что вы думаете нам с того? Светит нам что-нибудь хорошее? Правильно думаете. Ничего хорошего нам не светит. Наконец-то независимые, как и наша республика теплосети, снова поднимут цены на тепло. Независимость она штука-то дорогая. Процентов на 5 дороже рабства. Точнее, не знают. Директор-то не выспался. Если говорить о ноябрьских ценах на топливо, мы представили тариф в размере 4 евро 89 центов за киловатт-час. Пока точнее сказать не могу. Сегодня плохо спал. Ну да, можно понять человека. Всю ночь ворочался. Прибыли подсчитывал. Миллион туда, миллион сюда. Миллион на ум возьмем. Ну как тут уснешь? Зато мы с вами, уважаемые телезрители, можем точно теперь спать спокойно. Как в том еврейском анекдоте. Фима, тебе Абрам денег должен? Так он тебе их не вернет. Спи, Абраша, пусть он теперь сам мается. Возвращать долг за отопление нам, похоже, никто не собирается. Теплосети про него как-то забыли. Тоже видно, с недосыпу. Вообще вот с пьянством-то боремся в государственном масштабе. Так я бы предложила и с недосыпом бороться. На входе всем дежурных можно поставить. Пришел вот депутат с красными глазами. Иди домой, депутат. Проспись. Даже эксперты по безопасности говорят, что невыспавшийся водитель столь же опасен, как выпивший. То есть водить уставшему не рекомендуется. А законы принимать, цены на отопление повышать. Ничего, нормально, сойдет. Ну-ну. Вообще, такое ощущение, что не только в теплосетях у нас под мухой, ой, простите, невыспавшиеся люди-то сидят. Вот давеча решали, что делать с нашим селом. Так такое предлагали. Заслушаешься. Мы можем и должны больше производить, выращивать и перерабатывать. Мы с производителями зерна приходим к выводу, что несчастье Литвы заключается в том, что мы экспортируем зерно как сырье. Нам нужно экспортировать продукцию. По словам министра, зерно можно продавать более выгодно, если перерабатывать его, например, в спирт. К тому же в нашей стране неплохо получается находить новые рынки сбыта такой продукции. Сейчас, утверждает Маркауско, с нашими продуктами интересуется и Ближний Восток, Саудовская Аравия, Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Это он молодец, министр. Хорошо, пошутил. Надо делать спирт и продавать его в мусульманские страны. Так победим. А я бы вот даже еще дальше пошла. А давайте делать снег и продавать его будем в Сибирь. Ой, нет, не можем, у нас же санкции. Ладно, давайте на Аляску продавать. Там наш снег очень нужен. И везти его недалеко же совсем. Что там до той Аляски? Мы мигом лыжи только смажем. Но с другой стороны, хорошая же идея. Почему нет? Взять весь наш спирт и продать его арабам к чертовой бабушке. И протрезвеем, и заработаем. Вот агроном наш, наверное, одобряет. Хотя и некогда ему. Агроному сейчас в такие мелочи-то вникать. Занят он. На днях с премьером ругался. Так я аж думала подеруться. Но нет. Сдержались как-то, вы знаете. И даже по матери никто никого не послал. Аж скучно. Саулюс Сквернялис очень эмоционально прокомментировал ситуацию. Важно, что матных слов в высказывании не было. Да, это хорошо, конечно, что премьер наш матом не ругается. Большое достижение. Вот не знаю, как вы, а я горжусь. Мог бы же вот и послать Карбаускиса, но сдержался же. А вот другой друг агронома нашего, тот, который модельер, похоже, так и сделал. Подробностей мы не знаем, но факт остается фактом. Народных костюмов детям не будет. Да, вот так. Вот я тоже расстроилась. Я ждала, между прочим. Думала, вот как выдадут костюм нам на 1 сентября. Как начистим клумпы. Как потопаем в садик. Все такие красивые. Но нет. Агроном сказал, фиг вам, а не костюмы, уважаемые граждане. Денег нет. Над этими проектами издевались всеми возможными способами. Вбрасывали ложную информацию, что это связано с государственными средствами. А это частная инициатива, реализация которой откладывается на неопределенное время, поскольку сегодня кого-то убедить, что проект нужно поддержать, невозможно. Вообще, я и раньше эту идею как-то плохо понимала. А теперь еще меньше. Агроном же говорил, костюмы пошьет на свои. А теперь он уже кого-то убеждать собрался. Так что, свои? Зажал, что ли? Посчитал, что многовато детей, что ли? Не потянет? Так он же нам сам сказал, рождаемость повышать. Но мы работаем над этим. Что плохо-то? Стараемся же. Тут вот, я считаю, очень вовремя подсуетились власти. И безвизовый въезд гражданам Грузии в Литву открыли. Вот не знаю, как вы. А я убеждена, что это политическое решение прекрасно отразится на демографии нашей страны. Я вот даже думаю, если нам еще безвизовый въезд, например, туркам и египтянам открыть, так как же мы рождаемостью и миграцию-то поборем? И не превратится Литва в бесплодную Сахару, как пугают политики. Вчера меня заинтересовали африканские государства. Я понаблюдал за другими краями и задался вопросом, как появилась Сахара. Когда-то это была процветающая территория. Сегодня там пустошь. Боюсь, что и в Литве скоро так будет из-за нашего неумения договориться и разговаривать. То есть, если верить Джимайтайтису, все беды наши от того, что мы разговаривать не умеем? А вот вы знаете, спецслужбы наши другого мнения. Вы говорите-говорите, там все пишут. Департамент госбезопасности рассказал, за кем следили в прошлом году. И знаете за кем? Да за нами! В прошлом году под наблюдением ДГБ были 874 гражданина Литвы и 1040 иностранцев. В отношении этих лиц применялись санкционированные судом действия. Чаще всего фиксировалась информация, передаваемая в сетях электронной связи. То есть, как мы видим, ДГБшники без дела не сидят. Они бдят. Разговоры наши слушают. Фейсбуки наши читают. И деньги еще за это получают. Вообще, хорошая какая работенка. Не пыльная. Я бы тоже не отказалась. Я вообще, как в соцсети наших политиков почитаю, так за голову хватаюсь почти что каждый раз. Думаю, ну вы же политики. Что ж у вас ума-то? Ну совсем нету. Мне вот кажется, что у товарищей из департамента сходное мнение об их умственных способностях. Видно, они за голову-то подержались и решили организовать специальные курсы для политиков, где тем расскажут, что такое хорошо, а что такое плохо. Сомнительные знакомства, случайные разговоры, невинные встречи могут нести угрозу национальной безопасности, уверенной в Минобороны. Чтобы ее снизить, политиков и госслужащих, занимающих ключевые посты, обучат распознавать риски. Министерство обороны вместе с американскими экспертами проведут так называемые учения симуляционного стола. Их пройдут как политики, так и госслужащие, работающие в сфере безопасности. Мне это знаете, что напоминает? Мне бабушка рассказывала. Она инженером на закрытом оборонном заводе работала. И каждый раз перед отпуском им надо было идти в первый отдел так называемый, ну в отделение ГБ заводское, на беседу. Ей там все то же самое говорили. На улицах, в лифтах не знакомься. Где живешь, где работаешь, не рассказывать. Болтун, мол, находка для шпиона. И после отпуска тоже надо было прийти, отчет написать, с кем познакомилась, у кого хурму брала, имена, явки, фамилии. Мне вот интересно было бы наши демократические ГБшные инструкции по ловле шпионов-то почитать. Мне кажется, там нашлось бы много совпадений. Вот послушайте, например. Например, ФСБ интересует все жители Литвы, отправляющиеся в Россию. Лица, не имеющие больших разведывательных возможностей, могут быть использованы и для других целей. Распространять пропаганду, осматривать территорию и инфраструктуру. Незаконно перевозить через границу грузы и лиц, имеющих связь с российской разведкой. Подталкивать к провокациям и беспорядкам. Правильно, директор. А то разъездились тут, понимаешь, по загранам. Всех поймать, паспорта отобрать. Пусть сидят дома. А тем временем, пока большие политики думают, как бы им наловить и посадить побольше шпионов, маленькие тоже хочут. Вот мэр наш, например, любимый, Щемашус. Вот как-то еще вроде ничего не сказал, а уже смешно. Правда? Да, он такой наш мэр. Мэр, в общем, тоже решил посадить дерево. Ну, что мог, то и посадил. Наверное, стыдно ему стало за ту спиленную тую. Пришел домой, подумал, репу почесал, решил, надо сажать. Посажу-ка я липу, что ли. Весна все-таки. А мы прощаемся с вами до следующей недели. Будьте здоровы и хороших вам весенних выходных.